Сегодня Православная Церковь отмечает большой праздник в честь Благой Вести о непорочном зачатии Девы и Марии Христа, Благовещения Пресвятой Богородицы. В поселке Жемчужный прошел первый турнир Кубок друзей по футболу. Матч состоялся на стадионе Олимпийский. Длительная рассрочка от застройщика – один из самых популярных вариантов финансирования покупки на рынке новой недвижимости в Минске. Теперь этот финансовый инструмент становится еще более выгодным. Застройщик объявил новую акцию – платежные каникулы. Программа Вести Барановичи. Всего на сегодня на стационарном наблюдении находится 52 пациента. Из них 22 с признаками УРИ во взрослом и детском инфекционных отделениях городской больницы, сообщает телеграм-канал Барановичского горосполкома. Также 30 человек без жала проходят обследование в других стационарах города. Кроме того, 917 человек находятся под медицинским наблюдением на дому. Состояние пациентов – удовлетворительное случая в COVID-19 в нашем городе не зарегистрировано. Количество сезонных пневмоний находится на уровне прошлого года. В поддержке ИВЛ ни один пациент с пневмонией не нуждается. Сегодня Православная Церковь отмечает большой праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Утром в храмах прошли торжественные службы в честь Благой Вести о непорочном зачастии Девы Марии Христа. Наша съемочная группа побывала в Свято-Покровском соборе. Православные верующие сегодня отмечают один из самых великих двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в памяти о дне, когда Деве Марии явился посланный Богом Архангел Гавриил и известил ее о непорочном зачатии и рождении ею Божьего Сына. Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля по новому стилю, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова, которое приходится на 7 января. С давних пор праздник является одним из самых важных и почитаемых православием. На Руси верили, что в этот день даже грешников не мучают в аду. Выполнять какую-либо работу строго запрещалось. Слово «благовещение» означает «добрая, радостная весть». Весть о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и вечной смерти. Древнее предание гласит, не было бы Благовещения, не было бы и других христовых праздников. Этот один из древнейших праздников в честь Богородицы был установлен в Константинополе в IV веке. Благовещение было связано с началом весны. Считало, что до этого времени землю нельзя копать, а работать на ней. После зимы земля как живой организм готовится к тому, чтобы дать зеленые всходы и добрый урожай. По народным поверьям, в этот день сам Бог благословляет землю, открывает ее насеяние. Этот праздник считался также началом весны, временем пробуждения всеоживляющего солнца, источника теплоты и света. С праздником Благовещения у людей связано немало примет и обычаев. Наиболее известное выражение – «в этот день птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет». То есть всякая работа считается грехом. Послабление отдавалось даже великому посту, который предваряет самый главный православный праздник – Пасху. Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков. Речь идет о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, сообщили в пресс-службе ФФПБ. Президент поручил, чтобы Федерация определила свое место в сложившейся ситуации. И продумала, как поддержать и оказать помощь самым уязвимым категориям медиков – тем, кто на передовой, отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Надо сказать, что поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Это помощь в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих средств – средств индивидуальной защиты – от масок и перчаток до защитных медицинских костюмов. Вместе с тем, сегодня необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. Профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам. «Президент поддержал инициативу – это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов для тех, кто сейчас работает на передовой», – отметил Михаил Орда. В поселке Жемчужный прошел первый турнир Кубок друзей по футболу. Матч состоялся на стадионе «Олимпийский». Он объединил четыре команды. Финальная игра пройдет 12 апреля в 17 часов. В поселке Жемчужный на стадионе «Олимпийский» прошел первый турнир Кубок друзей по футболу. Цель состязания – объединить все любительские команды нашего города и района в единый чемпионат. В дебютном соревновании приняли участие четыре дружины – «Жемчужный», «Лесная», «Депо» и «Каскад». После процедуры жеребьевки команды встретились на футбольном поле, где развернулась серьезная спортивная борьба. Наверняка многим турнир запомнится нешуточным накалом страстей и высоким качеством футбола. Демонстрируя хорошую технику, команды выясняли между собой, кто получит желанную победу. Турнир – это моя инициатива, чтобы как-то было интереснее играть в товарищеские матчи, чтобы был какой-то интерес к ним, азарт какой-то. Ну да, и, так скажем, предсезонка в плане того, чтобы подготовка к сезону, который стартует. Ну, начинаем, планируем его, чтобы он стартовал уже после конца апреля, ну, может, в начале мая, в зависимости от того, сколько соберется команд. К сведению, площадку для футбола игроки готовят заранее своими силами, поэтому в качестве проделанной работы сомневаться не приходится. Да и болельщиков посмотреть на красивую игру меньше не становится. Собираемся в свободное время перед игрой, как в том году, допустим, мы за день до игры собирались. Если у нас игра была в субботу, мы в пятницу собирались, наносили разметку, готовили его. Люди приходят, интересно, интересуются, даже по поселку уже идешь, ну, там узнают, когда у вас игра. Мы как бы стараемся афишировать, объявки вешаем, распечатываем красивые, чтобы люди приходят, с ними интересуются, многие звонят, спрашивают, когда у вас игра. Ну, люди собираются, приятно. По итогам поединка «Жемчужный» одержал викторию над командой «Лесная» со счетом 4-1. Представители депо уступили каскаду 2-0. Финальная игра между дружинами-победительницами состоится уже в эти выходные. Напомним, продолжается заявочная кампания на футбольный турнир сезона 2020, который пройдет в этом году в поселке «Жемчужный» на стадионе «Олимпийский». Свои участия в чемпионате уже подтвердили семь команд. Очередная церемония награждения победителей конкурса потребительских предпочтений «Продукт года» пройдет в Минске 29 апреля. В этом году 78 компаний и торговых марок уже принимают участие в конкурсе, но время подать заявку и протестировать бренд на мнениях покупателей и экспертов еще есть. В Беларуси конкурс проводится с 1998 года и ежегодно привлекает к участию порядка 100 ведущих компаний, отмечает председатель оргкомитета конкурса Игорь Данилов. Тренд этого года – поддержка экопродукции и ее производителей. Несомненно, качественные и здоровые товары должны стать приоритетным направлением в развитии продовольственного рынка в стране. Поддержать в этом стремлении компании – наша главная задача. До объявления победителей остается меньше месяца, и у брендов еще есть возможность подать заявку. В конкурсе представлены более 75 продовольственных номинаций, а также товары и услуги из других сегментов рынка – средства личной гигиены, хозяйственные товары, фармацевтика, бытовая техника, автомобили, ювелирные изделия и другое. Новая на рынке столичной недвижимости. Длительная рассрочка от застройщика – один из самых популярных вариантов финансирования покупки на рынке новой недвижимости в Минске. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка предоставляется на 4 года, в «Маяке Минска» – на 5, а в многофункциональном комплексе «Минск.Мир» – на 10 лет. Теперь этот финансовый инструмент становится еще более выгодным. Застройщик объявил новую акцию – платежные каникулы. Суть новой акции в том, что теперь при оформлении квартиры в рассрочку застройщик предоставляет покупателю каникулы на 6 месяцев по ежемесячным платежам после оплаты первого взноса. То есть купил в рассрочку сейчас, начинаешь платить свои ежемесячные взносы только через полгода. Для одних платежные каникулы – это возможность спокойно и без излишних усилий полгода оплачивать арендуемое жилье, пока строится твоя собственная квартира. Для других это реальная помощь в накоплении, ведь новоселу, который получит ключи от своей квартиры, потребуются средства на ремонт. Платежные каникулы – это время для каждого покупателя уточнить свои ближайшие планы и собраться силами для реализации своих устремлений. Выбрать квартиру и обсудить инструменты финансирования покупки можно как при личной встрече с менеджерами в отделе продаж застройщика, так и удаленно по телефону или на сайте. При этом, и это важно, покупатель, который воспользовался онлайн-сервисом бронирования, получает скидку 4000 рублей на стоимость своей квартиры. Застройщик ускоряет строительство, увеличивает объемы и привлекает к работам новые подрядные организации. Буквально в последние дни новоселу еще двух домов, а в комплексах «Минск-Мир» – это 322 семьи, и «Маяк Минска» – еще 157 семей – получили ключи от своих новых квартир. А на этой неделе идет приемка покупателями своих квартир в доме «Гоген» на «Маяке Минска» – это еще 110 семей. Напомним, что длительная рассрочка крупнейшим в стране застройщикам была введена ровно год назад. Ею воспользовались уже тысячи покупателей. Теперь условия предоставления рассрочки становятся еще интереснее. По-прежнему без справок и поручителей нужен первый взнос от 30% стоимости квартиры. Если покупатель первым взносом оплачивает более 50% стоимости квартиры, он получает дополнительную скидку от цены каждого квадратного метра. Акция «Платежные каникулы» действует во всех комплексах столицы – «Минск-Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев». Она не отменяет действия других акций. Например, весенняя акция «Минус 10%», которая распространяется на квартиры в квартале «Северная Америка» комплекса «Минск-Мир» и дома номер 2 в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь цена квадратного метра по-прежнему меньше на 10%. При этом при покупке в рассрочку действуют и платежные каникулы на 6 месяцев, и дополнительная скидка при первоначальном взносе свыше 50%. Двойная, а то и тройная выгода, но только до 15 апреля. Коротко о комплексах. «Минск-Мир», самый масштабный в Европе, строится по принципу «Город в городе». Здесь уже строят международный финансовый центр, новые торговые центры, новая ветка метро, школы, детские сады, поликлиники, паркинги, городской парк, квартиры на любой вкус. От студии до апартаментов больших площадей с собственными террасами в доме «Эмиратс Волна». Дом номер 2 комплекса «Парк Челюсканцев» – престижное жилье в центре столицы у первой линии одноименного парка. 170 гектаров леса и сада буквально у дома, а еще закрытая территория, встроенный детский сад в соседнем доме, две станции метро, а в шаговой доступности спортивные центры и вся городская инфраструктура. Маяк «Минска» и вовсе в представлении не нуждается. Новый район у Национальной библиотеки и Слепянской водной системы, определяющей образ города. С новым пешеходным бульваром и другими городскими достопримечательностями. Все жилье – это новые стандарты, лобби вместо подъезда, современные лифты, панорамное остекление, террасы и возможность самому выбрать планировку своей квартиры. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Это значит, что каждому подберут именно то, что нужно. Ведь квартира в Минске доступна любой семье со стабильным доходом. Не надо долго решаться, надо только сделать выбор и оценить скидки, акции и платежные каникулы. Более 23 миллионов деревьев высажены в Беларуси во время республиканской добровольной акции «Неделя леса». Сажали по всей стране. В основном хвойные деревья и основная масса этих посадок пришлась найти вырубки, которые были проведены в усыхающих хвойных насаждениях. В этом году профильным ведомством запланировано создание новых лесов на площади свыше 33 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже создано около 25 тысяч гектаров новых лесов, и процесс этот продолжается. В связи с тем, что обещают теплую погоду, к концу следующей недели этот процесс будут завершать. Республиканская добровольная акция «Неделя леса» проходила в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Ее главная цель – привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. В этом году акция прошла в 13-й раз. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова